Коммунальные платежи растут, увеличиваются взносы и закапремонт. Основные статьи расходов, замена кровли, лифтов и коммуникаций. В этом году планируется и межпанельный ремонт каменных домов. На что еще пойдут деньги жителей многоквартирных домов, расскажет Наталья Николаева. Демонтировать надо однозначно. Они висят, видите, вот, фактически вот на одном юбиле, вот один лист, да, держится. Остальное все уже вылетело, видите, вот. Уже даже небезопасно. Последние пять лет в квартире Сергея Миронова, главного архитектора Якутни Пралмаза, температура воздуха не поднимается выше 20 градусов. И дело не в холодных батареях, а в тонких стенах и температурно-деформационных швах. Температурно-деформационные швы, они должны, ну, предназначены для того, чтобы компенсировать движение, температурное расширение, и каждый дом осаживается по-своему. Дом, прозванный мирницами Титаником, оправдывает свое название. И не только впечатляющими размерами, но и печальной участью. Только не тонет, а рассыпается на глазах. Эти межпанельные швы в свое время были ноу-хау Якутни Пралмаза. Планировалось таким образом утеплить пространство между домами. Только задумка не оправдала надежд. Хотя Титанику, в отличие от таких же домов по улице Солдатова, повезло. Здесь изначально не засыпали деформационные швы. Власти города планируют изменить ситуацию. У нас на этот год заложено полтора миллиона рублей на работы по межпанельным швам. В том числе вот этот деформационный шов в связи с опасностью. Он уже представляет даже опасность для людей, то, что его может при штормомом ветре просто сорвать, это ограждение. Мы должны, ну и должны, мы сделаем это. Межпанельные швы, замена фасадов, крыш и лифтового оборудования – это лишь малая часть из того, что предстоит отремонтировать в ближайшие два года. Всего по программе капремонта планируется освоить почти полмиллиарда рублей. До конца 2018 года мы должны освоить практически полмиллиарда рублей. Это очень большая сумма. Если программа эта будет выполнена, город даже визуально будет преображаться. Потому что фасады деревянных и каменных домов у нас будут обшиваться. Ремонт межпанельных швов планируется начать в июле. Представители коммунальных служб города обещают исправить проблему. Ну а жителям остается только надеяться, что все успеют сделать до первых холодов. Наталья Николаева, Алексей Меркулин, телеканал «Амазный край». Приятного аппетита! На вот новой холодной швов части яну. Продолжение следует...